С детьми на этом уроке говорили на взрослые темы. Как не оказаться жертвой насильника, как вести себя с незнакомыми людьми в городе. Преподаватель курсов гражданской обороны домашнего задания не давал, но взял с малышей честное слово. Все, что сейчас уяснили, будут обязательно применять в жизни. Если нет машин и горит для человека зеленый, значит надо идти. Номер 112 должны знать, как дату собственного дня рождения, от зубов. В случае чего, не стесняясь, звоните и обращайтесь. Школьники признались, с таким уроком только рады. Я считаю, что такие беседы надо проводить, потому что мы дети еще несовершеннолетние. И за нами нужно глаз да глаз. Мы еще понимаем не очень много во взрослой жизни. Малышам показали и оборудование спасателей. Такие гидравлические ножницы школьники видели только по телевизору. Были удивлены, как ловко спасатель разрезал трубу. А вот эта подушка предназначена не для сна. Некоторые даже проверили, эта штука надежная. Еще бы она способна выдержать 20 тонн. Больше всех внимание привлекло прыжковое устройство. Для малышей это как батут при пожаре. Несколько секунд и это устройство превратилось в шалаш. Все дружно пощупали и точно решили. Я бы лучше прыгнула, чтобы лучше спасти. Я тоже. Я бы с удовольствием. И практически каждый школьник на несколько минут стал пожарным. С огнетушителем справлялись лихо. Учителя в спасательной форме признались, такие встречи проводятся не впервые. Ведь детской безопасностью озабочены не только их родители. Ничего страшнее, чем детские травмы, детские какие-то болезни, неприятности, ничего нет. Поэтому стараемся их этому обучить, чтобы они не попадали в различные неприятные ситуации. Причем доступным для детей языком. Такие уроки признали спасатели необходимы. В этом году с 1 мая насчитывается уже 14 происшествий с участием детей. Кто-то неаккуратно залез на крышу, а кто-то наткнулся на гвоздь. Но больше всех дорожно-транспортных происшествий. Анна Кривенская, Александр Лукьянченко, Информбюро.